Всем доброго времени суток. Меня зовут Александр Давидович. Сегодня я продолжу свою рубрику шахматной классики. Сегодня у меня в гостях автор канала «Шахматы для всех» Алексей Пугач. Здорово, сестра. Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Мне самому очень понравилась эта рубрика. Первый выпуск с Никитой Петровым. Довольно такая занятная действительно история. Пытаться угадать позиции, которые случились в классических партиях прошлого, ну и, соответственно, рассмотреть сами партии. Поэтому я был двумя руками за, когда меня позвали в эту рубрику. Спасибо. Ну вот у нас первая позиция. Попробую сказать, кто с кем играл, какой ход и в какое время. Да, ну, эту позицию я знаю хорошо. Не так давно я делал обзор на эту партию. Это одна из партий Роберта Фишера. Ну, сейчас я попытаюсь вспомнить. Год я, честно говоря, сразу не вспомню, но я вспомню точно, что это был триумфальный чемпионат США по шахматам. И Фишер выбил 11 очков из 11. Это был один из, кажется, последних туров. И он здесь противостоял Павлу Бенка. Но и вот в этой позиции Фишер, насколько я помню, сыграл ладья F6. Это была, можно сказать, такая ошеломляющая жертва ладьи, тормозящая жертва ладьи. То есть смысл этого хода в том, чтобы заблокировать пешку F7, ставить ее на месте. Смысл хода предыдущего Бенка, насколько я помню, это был ход ФЕ8, в том, чтобы на Е5 с угрозой мата ФХ7 сыграть Ф7, Ф5. И здесь идет защита. То есть, как мы видим, после Ф7, Ф5 идет атака ФХ5. При этом конь на Ц3 оказывается под боем пешки Д4. Ну, и белым ничего не остается, как менять Ферзей. Ну, а в последующей борьбе черные могли иметь неплохие шансы на ничью. Поэтому именно ход ладья F6 Бенка просмотрел, ну, а Фишер есть Фишер. Я думаю, что так он и сыграл. То есть, год я назвать не могу. Ну, там на грани, между 63-64. За два дня до 64-30. Да, я помню, первые партии Фишера этого чемпионата были в одном году, а последняя против Сейги, кстати, тоже очень красивая, где он доказал преимущество коня от слона в окончании уже в следующем году. Да. Ну, еще могу добавить, что здесь перекрытие, как идея, ну, помимо блокировки. Ну, в принципе, то же самое. То, что перекрывается, чтобы, ну, то есть, и слон, и пешка, как бы, нападают на одно поле F6, поэтому становится ладья на F6, и теперь нельзя будет пешкой пойти на F5. Так, ну, мы сейчас посмотрим эту партию. Там была защита Перцов-Финцева, кажется, да. Да. Коротенькая, очень коротенькая. Так, так, так. Так, вот она. Ну, как верно было замечено, правильный дебют. Кстати, может, ты знаешь, где тут была решающая ошибка? Потому что я уже не помню, давно это было. Ну, это надо вспомнить тоже самое. F5. Ну, F5, да, очень мощно. Да, да, он побил, и линию F теперь держит. Конь Е8. Да, наверное, не вспомню сразу, какой ход погрешающий. Просмотром. Фиржи 3, король H8, фиржи 4. С6. Ну, вот где-то здесь, может быть, ход как раз С6. Да, конечно, если бы я сейчас открыл обзор свой, то я бы сразу вспомнил. А так вот, честно говоря, вроде все гладко и красиво, но были-были там моменты. Фиржи 8. Да, вот Фиржи 8, получается, это уже, ну, фактически, наверное, решающее, да? Потому что прошел размер, да, и теперь уже ладья F6 неотвратима, да? Да. Ладья F6, и тут еще красивое завершение, просто конь Е2, и защиты нет. Да, да, да. И поэтому сдались черные. Фишер одержал свою очередную победу. Так, ну что, один из одного получается. И теперь переходим к следующей позиции. Ну, тоже классика. Да, конечно, это известнейшая позиция, стейниц Барделебен, Куртфон Барделебен. А вот год и город не скажу. Ну, год, понятно, это, скорее всего, вторая половина, да, конец 19 века. Да, конец 19 века. А вот год, вернее, город, ну, не знаю, ну, можно, конечно, предположить, может быть, какой-то гастингс, нет? Да, 95-й год. Память не подвела, да, ну, вроде бы нормально. Да, ну, тут, конечно, эпохальная комбинация. Я помню, я ее видел первый раз в журнале «Семья и школа». Был такой журнал в советское время. И там шахматную рубрику вел Александр Костик. Автор тоже многих очень неплохих книг по шахматам, особенно для начинающих. Вот кто начинающий шахматист, очень много даже рекомендовал вам книг Костину. Ну, а там я как раз увидел вот такую партию, вот эту, и она меня поразила тем, что, ну, казалось бы, очень много фигур под боем. В то же время стейнис находил единственные ходы, верные, и сумел просчитать далеко эту комбинацию, которая в итоге заканчивается эпалетным матом. И как раз, просматривая эту партию, я первый раз узнал, что такое эпалетный мат. Это да, не в одну шахматную секцию, не посещал никакого шахматных уроков, но вот сам вот по вырезкам из газет пытался что-то узнать о шахматах. Ну, и Костев тогда, его рубрика, очень сильно мне помогли. Ну, наверное, сначала посмотрим, да, эту партию. Да, ну еще тут стоит замесить, ну, ход какой, ты говорил, не говорил? Да, ход как раз я не сказал, да? Да. Ход-то надо вспомнить. То есть, сейчас, 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 да, но сходом у меня возникают проблемы. Несмотря на то, что партию я эту вспомнил, сходом у меня возникают проблемы. Так, ну что, даже не хочу, конечно, затягивать эту паузу. Ну, основная идея, основная идея здесь в том, что у нас ферзь на g4 под боем, да не на c1 также под размен. Еще важно то, что нету форточки у белых, поэтому комбинация усложняется. Да, форточки нет, и так, можно, конечно, сыграть как-то конь e6, но это будет, наверное, не то. Я бы тогда ее не включил. Нет, ну, наверное, просто ладья e7, мне так кажется. Сейчас мы все увидим. Да, но я, честно говоря, не вспомню дальше. Прикол в том, что тут ладья по седьмому ряду очень долго гуляла. Да, 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 вот это я помню, но как она туда зашла, я, честно говоря, сейчас не вспомню. Ну, вот посмотрим, да, то есть это у нас была итальянка. Один из вариантов системы c3 d4, да? Сейчас увидим. Да, итальянская. Так, и здесь конь c3 d5, ага, вот так сразу. 2-0, слон e6, получилась позиция с изолированной физевой пешкой. Слон e7, взяли-взяли, забрали-забрали. Ну, тут решающую ошибку тоже, я, наверное, не скажу, какая была решающая. Помню только, что эту подробную очень позицию, эту партию разбирал Якоб Эстрин в книге «Шахматы. Наука. Опыт. Мастерство». Там буквально несколько страниц посвящено вот этой позиции. Здесь он сыграл fd7. Так, c6 d5, вот этот решающий прорыв, да, фактически это освобождение поля. То есть поле d4 мы освободили, туда зашел конь. Король так и не успел рокировать. Ну, то есть, действительно, вот эта партия показывает, насколько важно в открытых дебютах успеть сделать рокировку. И еще кто-то, ну, если так посмотреть на позицию, то нетрудно заметить, что у белых все фигуры играют. Это очень важно. Да. А в черных, несмотря на то, что лишняя пешка с королем, проблема. Так. Но надо заметить, что Борделебен тоже, как говорится, не лыком шит, да. То есть он создавал угрозы. То есть вот напал на ладью, да, g6, конь g5, король e8, вот этот решающий удар ладья е7. Да. И тут, получается, проблема, то что, ну, то есть король отходит, нельзя бить ферзя, потому что на c1 провисает. Да, да, да. И нельзя причем бить ладью, потому что бьем сначала на c8 с шахом, а потом забираем, да, ферзя. Да, поэтому ладья тут... Да, очень интересно. Да, да, да. То есть на g7 тоже нельзя было бить ферзем, потому что взятие на c8. И ладья аж7 он тут сдался. Да. Сдался, и вариант надо... Не сдался. Там, на самом деле, он просто взял, вышел из зала, и все. То есть он все посчитал, все понял, и... Ну, то есть легенда ходит, что он просто взял и ушел из турнирного зала, время закончилось и игра. Вот. Ну, можем какие-нибудь варианты здесь показать, что тут было? Не стоп. То есть... Ну, во-первых, с самого начала. Здесь нельзя бить ферзь е7, очевидно. Да, потому что... Да, да. Ладья c8, так. Ладья c8. Ладья c8. Ферзь c8, лишний конь. Да. Понятно. Ну, да, у нас... Поэтому мы шли на кнf8. Теперь нельзя бить... Ну, нельзя бить ни ладья, ни ферзь он, потому что мат будет на c1. Поэтому опять... Нельзя уходить королем на е8, потому что мат. Давай покажу. Да. Ладья c7. То есть ладья очень много ходов под боем, оказывается. Значит, ладья f7, король g8. Опять нельзя бить на d7. И опять дают шах. Теперь вопрос в том, почему нельзя играть сюда. Король на f8. Ну, там идея, кажется, конь h7. Да, здесь конь h7 и ферзь d7. То есть конь h7... Ну, в любом случае... В любом случае, ферзь взял с шахом. А, ну да. Ну, если король... Да, если король e8, то просто ферзь d7 и ферзь e7 мат, поэтому сюда. И тут шахом уже забирается и выигрывается. Да. Поэтому это привело к тому, что... Ладья e7, ладья f7, ладья g7, ладья h7. Очень красиво. Так, король h8. Отъели пешку. Партия могла продолжаться каким-то образом. Либо сбить, либо уйти. Если бы они ушли, то тут уже открывалась вертикаль аж. Соответственно, шах. Если король f8, то опять конь h7. Все повторяется. И на король h8 уже было бы ферзь h4. Так, если... Да. Доточить. Ой-ой-ой. Ферзь h4. Король g7, ферзь h7. Так. Король f8. Ферзь h8. Так, получается. Ну да, это как минимум так. Ладья e1, король сюда. Да, я помню, я тоже показывал. Ферзь f6. И тут разрывают. Куда бы король не ушел. Ну, например, вот так. Ладья c1, король b8, ферзь e5. И конь d6. Да, похоже так. Ладья на а8 там совсем не чувствуется. А где же наш эпалетный мат? Это я не знаю. Ты мне расскажи, где тут. Значит, так. Король там, кажется, вот в последнем варианте, где у нас ферзь на а4 шел. Ферзь h4, ага. Ферзь h4. Теперь бьем дальше. Ферзь h7 это было. Король f8. Ферзь h8. Король e7. Может быть, здесь e7 на d8 отойти после... А, нет. Здесь просто ладья e1. Стоп, стоп, стоп. Где-то он был, этот мат. Ну, может быть, был. Может быть, не ладья e1, а может быть, ферзь g7 вот в этой позиции. Ведь дело в том, что если он отойдет на d6, то тогда ферзь f6, и это тоже мат сразу. Может, так даже... Да, но поэтому король куда? 8. Так, король d8. Куда его d8? Ну, в принципе, оно, наверное... Можно на e8. Можно на e8. Теперь ферзь g8. Король e7. Это то же самое, да? Ферзь f7. Ферзь f7 теперь. Король d8. Теперь ферзь f8. Ферзь f8 сейчас. Ферзь e8. Король f7. Ой-ой-ой-ой, какая красота. Король d7 и... Вот он, наш палетный мат. То есть, именно вот эту позицию Костя приводил в той своей рубрике. Я запомнил это на всю жизнь, как мы видим. То есть, было тогда мне лет восемь, по-моему. А сейчас уже поболее, как говорится. Да, то есть, вот это, кажется, основной вариант. Хотя и тут показанный тоже довольно убедительный. Да, вот такая вот партия. Так, ну что, у нас получается два из двух. Но я тебе предупреждаю, дальше будет сложнее. Ну, я кустую. Потому что первые, они действительно были достаточно просты. Вот. Ход бил. Ну, это... Сейчас я вспомню. Тут, по стороной, был Хосе Рывль Капабланко. Верно. Играл как раз... Так, какими он фигурами? Черными играл. Да, он играл черными, разом пострадавших. То есть, тут пожертвовали ему Ферзя. А пожертвовал ему, кажется, Андрея Лилиенталь. Правильно? Да. Правильно. То есть, там была, по-моему, по партии еще Знос Коборовский против него. Тоже там, кажется, выиграл. Но это немножко не то. Да, вот эту как раз позицию я хотел показать. Вернее, партию на своем канале разобрать, как одну из лучших партий Лилиенталя. Но как-то вот не зашло тогда. Но позицию эту я помню. Ну, честно говоря, ход, какой здесь он сделал. Ну, напрашивается, конечно, ход ЕФ. Но я не уверен. Да, верный. ЕФ, РЦ2 и ВЖ. ВЖ, Ладья Ж8, Конь Д4. И там Ладья Е1. Да, да. Ну, посмотрим. То есть, честно говоря, саму партию я особо не помню. Но эту позицию я помню. Мне даже эта рубрика больше не интересна не в том, что угадаю я или нет. А вот саму партию. Да, да, да. Д4. Ага, это у нас... Сейчас, сейчас, сейчас. Нет. Сейчас. Д4. Конь Ф6. Так, защита Немцовича. Так, слонжи. Опять, честно говоря, в защите Немцовича я особо не силен. Поэтому, наверное, дебютные ходы как-то пропустим. Ага, пытался разменяться здесь, да? Все-таки Ферзями. Ферзь Ц6 пошел. Но белые, что ли, не идти на поводу. Да, ну, здесь внушительно очень пешечный центр, конечно. Чем-то он сильный и... Попробуй, кстати, найти, какой здесь ход сделали. Белые сделали сильный ход, но в свое время они его... Ну, современники его осуждали за этот ход. Ну, считали, что ход не очень сильный. Ну, мне, получается, предлагается здесь найти ход не тот, который сделали. Нет, ход, который был сделан. Ну, проблема в том, что я вижу уже, я успел подсмотреть. А, ну да. Просто я рамку снял, ну, я понял. Ну, сыгранная в пять. Тогда ладно. Ну, и вот она наша позиция. Тут съедают коня. Скоро, колботно, хотел разменять Ферзей, да? А белые, видимо, Лилиенталь, видимо, был настроен решительно. Так, Ферзи четыре. И все-таки отыграл, да? Да. Отыграл и... Ну да, и фигуры за ладью. А мы не коснулись еще вопроса, в каком году и в каком городе. Вот, честно говоря, я этого не скажу. По-моему, это было в Советском Союзе. Давай посмотрим. То есть, мне кажется, я уверен в этом. А год... Нет, тоже Гастингс. Тоже Гастингс, да? Тридцать пятый год. Кстати, первое января в новом году. Ясно, ясно. Еще, кстати, по поводу позиции, можно сказать, что тут редкий случай. Обычно Лилиенталь очень стыдился того, что обыгрывал пожилых людей. Но именно в этой партии он был очень доволен. Когда обыграл пожилого Капабланка. В тридцать пятом году Капабланка, в принципе, был еще силен, мне так кажется, в тридцать пятом году. Ну как? Ну, он стал чемпионом когда? В двадцать первом. Ну, то есть, я не знаю, сколько ему точно лет. Я не знаю, в каком году родился. Капабланка, с сожалению. Тоже не помню. Он входил, я же помню, Ноттингем был в каком? В тридцать шестом году. По-моему, да. Да, он там вполне неплохо выступил. То есть, как бы не потерялся. Поэтому тут, я думаю, гордость Лилиенталя вполне оправдана. Да, интересная партия. Ну, еще по поводу Лилиенталя можно сказать, что он, по-моему, самый шахматный долгожитель. Он прожил девяносто девять лет. То есть, он родился в одиннадцатом году, в одиннадцатом, а умер в одиннадцатом году. Да, ну, конечно, да. Заслуживает уважения. Вот. Так. Ну, это, кстати, неожиданно. Я думал, что именно эту позицию будет сложно угадать. Но нет. Твои познания хороши. Проверим четвертую. Ну, четвертую я тоже на нее возлагаю надежды. В том смысле, что будет сложно угадать. Но, возможно, я глубоко ошибаюсь. Ход белых. Так. Ну, Ну, по-моему, тут ход был сделан слона семь. Белыми играл Антолий Карпов, а черными – Вольфганг Унцикер. Правильно ли? Где? У нас такое дело. Вот где и когда – вот это, конечно, у меня самая главная проблема. Наверное, это уже после завоевания звания чемпиона мира. После 75-го. Прав я, нет? Нет. Ну, значит, с тем, где, у меня еще больше вопросов возникло. Да, ну, не могу сказать. То есть, честно говоря. Я помню, эта партия приводится во многих книгах, посвященных творчеству Карпова. У меня дома их целых три. И, по-моему, в двух из них она точно есть, эта партия. Ну, то есть, ее приводят эту позицию как типичный пример борьбы, то есть, метода борьбы, как изоляция фигуры соперника. То есть, насколько я помню, вот ход слона 7, вернее, даже не изоляция фигура соперника, не правая, а захвата линий. То есть, он при прикрытии слона на 7 сдвоил дальше, по-моему, если даже не строил фигуры по линии А, а потом уже с решающим эффектом его отвел и захватил эту линию. Ну, вот, все, что я помню по этой позиции. Ну, еще перекрытие слона 7. То есть, перекрывается ладья. То есть, опять перекрытие. И, еще по поводу этой позиции, можно сказать, что конь на B7 очень плохой. Да, это проблема, конечно, этой испанки, Чегоринских систем, что, действительно, его коня бывает сложно ввести в игру. Мы помним партию Рубинштейна против Томаса, вернее, даже Томаса против Рубинштейна, где Рубинштейн построил так называемого ежа. То есть, еще один шахматный ежик, для меня он был первым. Когда конь становится на d8, другой конь становится на e8 с f6. Пешки выдвигаются на g6 и на f7. Ну, и дальше конь с e8 идет на g7, и конь с d8 идет на f7. Вот такую вот структурку построил на королевском фланге Рубинштейн. Кстати, разменялся по линии А. И дальше тоже потихонечку переиграл Томаса черными. Вот тоже такая партия классическая. Ну, а здесь посмотрим, конечно. Ну, еще по поводу этой позиции, можно сказать, что эта партия очень хорошо демонстрирует игру на доминацию. Ну, то есть, здесь белые будут доминировать по всей доске. И на ферзевом фланге, и на королевском, а черные не смогут вообще ничего сделать. И еще я сразу же скажу, что по окончании этой партии Унцекер говорил, что настолько плохо стоять можно только против чемпиона мира. Вот, а еще, помимо... Так, ну сейчас посмотрим партию. Я сначала покажу то, что предыдущую. Ну, то есть, вон, ту партию, которая вдохновился Карпов, то есть, он был... Сейчас увидим. Сейчас покажу, чтобы было понятно. Вначале не эта партия, а именно предтеща, так сказать. Там вариант Бреера. То есть, играли полуфинал на первенство мира, то есть, в эти матчи. А в 1974 году играл с белыми Спасхи, а черными играл Карпов. И Спасхи еле унес ноги. Ну, тоже была разыграна испанская защита. Да, вариант Бреера. И здесь тоже белые доминировали, но выиграть им все-таки не удалось. Ну, Карповая, я, насколько помню, прочно очень входил этот вариант. Вот она, эта позиция. Тоже слона 7, да? Да, тоже слона 7. И начали доминировать. Ну, то есть, объективность у белых, ну, перспективная позиция, но все-таки выиграть им не удалось. Почему не удалось, то вы уже можете сами тут проанализировать. На это время тратить не будем. Ну, получается так, что вариант Бреера входил в дебютный репертуар за черных, как Карпова, так и Спасхова. Вот Спасхи очень часто играл. И против Фишера, я помню, в матч-реванше 1992 года тоже его играл. И, в принципе, и до, и после завоевания титула до 1972, после 1972 тоже его играл. То есть, это два специалиста тут сошлись. Так, ну, это вот партия была Претеща. То есть, еще раз покажу, вот она позиция. Слон перекрывается, и теперь линия А полностью в распоряжении белых. А сейчас посмотрим саму ту партию, о которой шла речь. Опять-таки, испанка. Вот в этой позиции сам Карпов очень любил задвигать Д5, а вот его предшественник... Он играл ДЕ. Да, да, он играл ДЕ, то есть Фишер вскрывал линию Д, известная тоже на его многие партии там. Да, против Кереса. Да, да, да. Вот. И вот, можно сказать, такой вот разный подход к одной и той же позиции двух великих шахматистов. То есть, он задвинул, да, конь Д8. Ну и, да, после А4, ладья Б8, да, черные просто не борются за линию А, а переключаются таким образом. Так, вот Б4. Ну, этот наш коник, но этот коник, конечно, потом будет опираться ваше пешки. Еще момент тоже очень важный. Насчет хода Б4 со стороны белых, 16-й ход белых. Они Б4 сыграли для того, чтобы черные не успели сыграть С4 сами. Вот если бы сыграли здесь черные С4, конь бы через Б7 отлично встал на С5, где он бы был на Е4. И тем более, что ход Б4 уже был бы связан со взятием на проходе, пешка С3 была бы слабой. А вот Б4, это очень такой точный ход. И даже если бы здесь черные пробили, то все равно бы счастья не было. Конь так себя не нашел. То есть, везти туда на Ф7 его не стал. Да, ну... Ну, вот она позиция. Казалось бы, нужно атаковать на королевском фланге. По крайней мере, слонит именно туда смотрит. Но нет. Здесь совершенно другой план. Захватывается линия А. И потом уже готовится Ф4. Так, ну, вроде закрыл, да. Вроде закрыл там. И переводики разменивает... Разменивает, вот смотрите, очень важный прием. Разменивает единственную активную фигуру у черных. Это белопольный слон. Который хоть что-то вот здесь может делать. А еще можете обратить внимание на слона на G7. Он просто упирается в пешки и вообще ничего не может сделать. Вот. Интересно еще замечание Фурмана, Семена Фурмана, многолетнего тренера Карпова. Когда Карпов еще не был чемпионом мира, был молоком, шахматистом. Нет, немножечко про другое. То есть, там, кажется, один из известных гроссмейстеров говорил, что вот неправильно разменял Карпов фигуры. А Фурман ответил, что Толя знает, какие фигуры менять и какие оставлять. То есть, даже в то время Карпов уже понимал. Ну, тут действительно слон на G7 плохой, слон на F7 у черных хороший, поэтому стоит его разменять. Да, дальше Король F8 было, да? А еще про Карпова было другое. Ну, это не про эту позицию. То есть, если у Карпова лишняя пешка, то он по свою партию выигрывает. Тут у меня к нему претензий нет. Тоже Фурман такой говорил. А про Толя, да. А про Толя было другое. То есть, если у Тали есть открытая линия, то мат будет. Так. Ну, вот он зажал просто. Здесь даже не пришлось линию А использовать. Кстати, одна из первых партий Карпа в таком стиле, по-моему, это из чемпионата мира среди юношей. Он так обыграл Андерсона. Ульфа Андерсона. А, что такое я видел? Да. То есть, там очень такая она тоже длинная партия. То есть, может быть, без явных каких-то таких ярких моментов. Там Ёж был, да? Нет. Ёж был уже, по-моему, в года чемпионства Карпова. А, то есть, это другая какая-то партия. Ёж, да. Там очень красиво пожертвовал качество, играя черными Андерсон. И все-таки додавил Карпова. А то они еще встретились до этого. Я не помню. То ли 71-й год был. Что-то в таком стиле. Вот. Да. Ну, очень красиво такая типично-карповская победа, конечно. У него много таких партий. То есть, в испанской партии он, конечно, ас. Да и до сих пор играет. Вот я заметил, что был командный чемпионат России. И на первой доске сел играть против специалиста по Грюнфельду Свидлера. И сделал все ходы по первой линии. То есть, смотрю и Грюнфельд, вернее Грюнфельд, и Свидлер, и Карпов не ошиблись. А разница в возрасте какая колоссальная. И сделали все ходы необходимые. Ну, а сам Карпов говорил, что если оба соперника делают лучшие ходы, то в итоге получается ничья. То есть, если они не ошибаются, то получается ничья. А вот у него ничья получилось. Поэтому мы можем только позавидовать долголетию нашего ветерана. Да, ну тут и выиграл. Вот по поводу твоего замечания, что если все играют правильно, то в конце получается ничья. Бент Ларсен по этому поводу сказал, что именно поэтому он делает ходы плохие. Ну, относительно. Ну, то есть, не те, которые являются правильными, ну, с точки зрения, ну, абсолютный шахмат на истину. И в итоге получается, что он играет, ну, не самым таким оптимальным образом. И соперник играет не самым оптимальным образом. Ну, то есть, как бы... Понятно. Если оба играют правильно, то получается ничья. А тут получается, что он играет неправильно, и соперник играет неправильно. Реакция нестандартная. И в итоге получается, за счет этого он выигрывает. Он объяснял это так. Он пытался играть менее неправильно, чем его соперник. Да, именно так. Поэтому он и забирал кривые дебюты. Относительно кривые дебюты. Не знал я такого, конечно. Ему принадлежит фраза из этой оперы. То, что выгоднее выиграть две партии и проиграть одну, чем сделать три ничьи. Ну, это известно. То есть подход к ничьей, например, Петросяна и Фишера. То есть Фишер считал ничью чуть ли не поражением, а Петросян чуть ли не победой. Ну, да. Так, ну что, 4 из 4. Сейчас будет последняя. Я думаю, что ты ее сразу догадаешься. То есть я рассчитывал на третью и четвертую. С ними будут большие... А может быть, будет у меня проблема. Тут не должно быть. Не, ну да. Честно говоря, да. Тут на десерт, можно сказать, партия... Я даже могу, если есть время, сейчас рассказать много чего про эту партию. А, давай, рассказывай. Мне, наверное, интересно, почему она оперной называется. Да. Значит, честно говоря, я расскажу тоже. Ну, как бы, первое знакомство с этой партией. Тоже из детства, как и с партией Стейниц Барделебен. Есть такая неплохая книжка, кажется, «Шахматный букварь». Иржи Веселы, кажется, вот авторы, фамилия Веселы. То есть я так подозреваю, что это венгерские шахматисты. Где-то она дома у меня лежит. Вот. Неплохая книжка. И там я первый раз увидел эту партию Морфи. И там очень неплохая иллюстрация. Сидит Морфи. И два таких вот старичка напротив него. И они играют эту партию. Вот. Значит, то есть... А вот эту партию я показываю на пробных занятиях. Вот так как я сейчас работаю тренером детским, то многие, так сказать, центры детские, да, то есть группы, пробуют, так сказать, требуют пробное занятие. То есть бесплатное первое занятие, чтобы посмотреть на меня, чтобы я посмотрел на детей, то есть, может быть, выбрал кого-то, да, или они как бы согласились или нет ко мне ходить. И по традиции я им показываю оперную партию Морфи, то есть партию Морфи-консультанты. То есть напомню, что в роли консультантов был герцог Брауншвейхский и граф Изуар. Один из этих шахматистов, они уже были действительно достаточно преклонного возраста, один из этих шахматистов был приятелем Морфи. И во время его гастроли по Европе, кажется, это происходило в Венеции, если я не ошибаюсь, он пригласил Морфи в оперу. А Морфи, то ли он очень редко бывал в опере, то ли чуть ли не разу не был, очень хотел эту оперу послушать. И там, кажется, то ли... Насчет оперы точно не помню, какая я раньше помнил, сейчас не скажу. То ли Тоска, да? Кажется, Тоска там шла. Я не знаю. Писки цирюльник. Вот насчет оперы не скажу. Кто хочет, в Википедию загляните. В чем была проблема? Морфи, несмотря на то, что он хотел посмотреть эту партию оперную, вернее, саму оперу хотел послушать, да? Он играл эту партию спиной к сцене. То есть ему не получилось и два дела делать, да? То есть соединить приятности, и сыграть партию, и, соответственно, послушать, посмотреть оперу, так? Вот. А его соперники, которые, несмотря на то, что были завсегдатами, да, оперы, они ему такую услугу сделали. Ну, может, до этого не задумывались, но потом, как стали играть, то уже стало понятно, что одновременно смотреть за происходящим на сцене и играть в Морфи неудобно. Но более того, это мешало не только Морфи. Дело в том, что они играли фактически у самой сцены. И те актеры, ну, я не знаю, как это правильно назвать, сам особо я в оперу не хожу, ну, актеры, да, которые пели, значит, играли на сцене, они видели только спину Морфи, напротив которого сидят два почтенных старца, и которые напряженно сидят и что-то делают, да. Вот шахмат они не видели, они пытались разглядеть, а что же там происходит. Вот, и Морфи пытался как бы оперу видеть, да, и при этом сыграть партию, и, соответственно, отвлекались сами деятели сцены, да. Вот, вот такая получалась ситуация, ну, и, может быть, даже вот этим можно объяснить некоторые решения Морфи во время этой партии. Ну, партия получилась короткая, насколько я помню, там 17 всего ходов, в принципе, могу даже по памяти ее разыграть сейчас. Ну, вот в этой позиции последним ходом черных, то есть, консультантов был ход, насколько я помню, ферзей 6, они таким образом предложили размен ферзей. Вот, ну, а Морфи не согласился, вместо этого он побил на Т7 слону ладью и сделал шах. Так? Да. Ну, а дальше последовало конь Д7, ферзь Б8, конь Б8 и ладья Д8 мат. И я заметил, что, несмотря на то, что меня на пробном занятии слушают довольно часто дети, которые фактически вообще не умеют играть в шахматы, ну, может, знают, как отличается король от ладьи, да. И во многом, даже по ходу дела, я просто им объясняю, успеваю объяснить, как ходят те или иные фигуры, они этот мат ладья Д8 очень даже с успехом находят. Ну, и, как обычно, такие пробные занятия проходят на ура, все довольны. То есть, группа набирается, я доволен, ну, а им тоже было интересно. А для тех, которые дальше не станут заниматься шахматами, я уверен более чем, тем, что эта партия тоже запоминается. Ну, можем вначале посмотреть, да. То есть, там, я вспомню, это было... А, и год я же сказал. Да, ты еще год можешь нас попробовать. Год? Ну, я, честно говоря, небольшой знаток Морфи, хотя несколько обзоров я делал по его партиям. Ну, что я могу сказать? Ну, я, конечно, могу сказать середина XIX века, но это будет сильно приблизительно. Не скажу точный год. Может быть... В 2008-й. А, ну, да, немножко не угадал, да, чуть-чуть сюда, ближе к концу. То есть, там, насколько я помню, была защита Филидора, да. Такой ход, как Сон-Ж-4. 17 ходов в этой партии. И где это все-таки в Париже, да? Ой, сейчас... Так, 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 это надо посмотреть. Это в Париже, а не в Егнеции. Не угадал я с городом, да, но с годом, конечно, примерно, помню. Еще то, что ты хотел сказать, что это поближе к 1900-му году, это вряд ли, потому что он уже приезжал в это время, ну, в 57-м, по-моему, или в каком-то, приехал в Европу, чтобы сыграть со Сталтоном, но там, по итогу, не получилось, и он там обыгрывал всех. Всех, кто там был, там Андерсона обыграл, ну, и всех там мастеров, что были. Так, партия. А, я уже... Есть. Будет. Да. Так, ну, тут сразу неточность, Сон-Ж-4, это... Сочно сильная неточность. Так, стоп-стоп, тут еще моменты. Ну, да, получается, ФСБ3, он на Ф7 напал на Б7, теперь черные решают защитить пешку Ф7, да, которая ближе к королю. И теперь, почему не стал бить на Б7, тоже очень важный момент. Может быть, как раз именно в этот момент проявилось то, что Морфи хотел посмотреть, все-таки, послушать оперу. Если бы он побил на Б7, то защитный маневр был в размен Ферзей, Ферзь Б4, шах, дальше белые, конечно, остались бы с лишней пешкой, так как после размена на Е4 черные не успевают забрать, там, С3 будет ход, отгоняется сло, дальше можно защитить пешку ходом или конь, Д2, или Ф3, и так бы партия затянулась надолго, вот, поэтому он решил выиграть, можно сказать, с прямой атакой или малой кровью, сыграл конь С3, да, дальше, С6, это ход, не только ограничивающий коня, но и защищающий пешку на Б7, Ферзем с Е7, ну, и дальше просто, ну, вот, очень просто эту партию рассказывать, что делал Морфи, он просто... Да, он развивал каждым ходом свою новую фигуру, С1, С5, Б5, и вот здесь тоже красивая жертва, бьем, 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 здесь используется связка, да, задерживается король в центре, и тоже 3-0, когда я показываю, вот я делаю выбор, то есть, можно в 2-0 уйти, можно в 3-0, здесь сразу два дела делается, то есть, сначала король, первое, король уходит в рокировку, уходит из центра, второй ладья включается в бой. Да, а еще заодно можно рассказать, как делается аркеровка. Конечно. Самое главное. Да, это, конечно, поражает, то есть, ну, вроде бы, как бы привыкли, как король ходит, да, тут он начинает прыгать, почти как конь, что-то необычное. Так, ну, ладья Д8. Ну, и здесь вот, поучительно показывается, как используется связка. Да, то есть, меняем связанную фигуру, и начинаем давить. Уже фактически нет спасения, он взял на Д7, конь Д7, жертва ферзя, ну, и знаменитый мат, который уже много лет, десятилетия, столетия связывают именно с Морфи. Да, ну, классика, что скажешь. Ну, да. Ну, что тут можно подвести итоги? По итогу 5 из 5. Какие у тебя впечатления от участия в рубрике? Рубрика, да, вот я, кажется, смотрел, была рубрика Викторина шахматная, тоже, Кита Петров, мне тоже это очень понравилось, то есть, я хочу спасибо сказать и Александру, автору этих рубрик, то есть, вот такое вот около шахматное, оно тоже очень интересно, не только ходы, варианты, скажем, а какие-то истории, какие-то, может быть, загадки, какие-то, действительно, игра в угадайку, то есть, честно говоря, вот такой формат мне самому очень нравится, поэтому, вот только поддерживаю, ну, даже, думаю, может быть, какие-то тоже мысли новые могут возникнуть по поводу вот таких форматов, то есть, ну, очень неплохо, да, действительно, партии подобраны неплохие, можно было, конечно, их усложнить, чтобы совсем, но тогда есть риск того, что гость не отгадает, то есть, не отгадает. Ну, в принципе, я сегодня хоть и 5 из 5 угадал, но на самом деле, я-то угадал, кто с кем играл, ну, и в большинстве случаев угадал ход, а вот с годом и с местом проведения не всегда, не всегда угадываю, поэтому, ну, вот такие вот итоги. Да, еще вопрос, кого бы ты хотел увидеть в третьем выпуске этой шахматной классики? Кому не пригласить? Надо подумать, ну, я думаю, что вполне можно Дмитрия Гриценко пригласить. Вот мне так кажется, что я на его канале видел тоже немало обзоров партии классики и чемпионов мира, и сильнейших шахматистов прошлого, то я думаю, что Дмитрий вполне, вполне может здесь, так сказать, проявить себя, ну, и сделать эту рубрику может быть даже более интересной. Поэтому, вот, думаю, так. Ну, ясно, я учту твое предложение. Ну, что ж, на этом у нас все. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Алексея, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok